Ну что, всем привет! У нас сегодня 13 октября 2016 года, и тема нашей сегодняшней встречи – блокчейн-ринон. Упали неделю назад, в субботу, мы встречались и давали интервью в аналитическом репортаменте правительства России. И на самом деле я тогда, Дима, от тебя первый раз только услышал, что у тебя уже что-то словно. Потому что вот мы встречались полгода назад, разговоров было много. Задавал вам, господа, вопросы, как, чего, вы говорите, что вот надо все дорабатывать, соответственно, там ничего еще нет. И здесь Дима говорит, что все уже есть, пожалуйста, надо брать, берите, пользуйтесь. Что не хватает, тут же говорите, будем делать. Появились какие-то первые инвесторы, соответственно, что-то это самое. И я сразу увидел, что мы можем сделать некий стык и на блокчейне создать уже эту систему, о которой мы давным-давно говорим. Это фонд Добротет. У нас есть некая такая задумка, как сделать от краудфандинга, краудвейстингу и прийти к краудкооперации. Соответственно, сегодня мы разберем все вопросы, потому что я вижу, что блокчейн, о чем сейчас пойдет речь, что это тот фундамент, на который мы вообще обопремся. И если это реальность таковая, мы сегодня... Либо мы ответим на все вопросы, и у нас их не останется уже, или... Мы уже... Вот все, тогда у нас появится команда, которая верит в продукты, и мы уже дальше начинаем действовать. Либо если останутся какие-то, будем их допиливать, и пока не будет. И после этого у нас появится уже список задач, которые мы ставим, чего куда внести и делать. Вот цель, вот самая простая цель, соответственно, это взять Димин. Ну, или если вы говорите о том, что есть что-то иное подобное, и ничего не надо там подделывать. Ну, в общем, сегодня нужно прийти к тому, что должна появиться первая система. Хотя вот Ярослав прислал мне информацию о том, что уже мультичейн какой-то готовился. О том, что он сможет объединить там кучу всяких блокчейнов в единую эту. Сегодня Набигулина выступила в Казани о том, что все банком в Канты. Слышал? Немас, но еще не отпустил. Сегодня ВПК уже опубликовали. Сегодня, значит, вы находитесь у них там где-то. Этот тест Набигулина говорит о том, что сначала Герман Греб, потом, значит, Альфа-Банк сказал об этом, Банк Открытия сказал. А уж мы ранее всех сказали. И Набигулина говорит, что да, есть риск того, что мы скоро попадем в какой-то Набиули. Набиули, да. Извините. Вот, соответственно, что вы можете на РПК, или потом причем ссылки посчитать. Соответственно, по данному вопросу я бы сначала хотел пригласить Ярослава, чтобы ты сначала выступил, рассказал два каких-то слова про блокчейн, чем ты сейчас занимаешься компанией Айтека, чем она может быть нам интересна, да, потому что это как раз таки в рамках этого. И задал вопрос непосредственно Дмитрию, в чем его ноу-хау. Окей? Ноу-хау уже нет, есть просто продукты. Да, все, давай. Здесь картинка, она полевая, получается, наоборот. Все, что писать, надо писать наоборот. Нет, это просто. А там что-то нажать надо? Ну, вот я не на словно сказать. Что вы, что вы? Ну, вот, Айтека. А, ну, и в рамках, да? Да. Ну, записи. Точно? А, ну, записи, может, зеркалью. А, где? А где можно посмотреть, что она пишет? Это вещь. Это вкладка. Класс. Ну, на другое окно переключи. Так вот, здесь компания Айтека, это крупный интегратор, банковские, значит, услуги. Разработка софта для субтвера, для других финансовых организаций, и не финансовых тоже, собственно, интеграции. Программистов по ногам, и разбитого на расстеление. Я участвую на расстеление, которое занимается интеграцией, аналитикой и чем-то еще. В смысле, ты давно там уже? Нет. Ягушку картофель не ела. А, везде. Мы тебя туда недавно пригласили. Да, вот, на форуме написал Юрий, значит, предложение, что делается проект на РПСТАРИ, меня это заинтересовало, на блокчейне. Списали, созвонились, встретились, оказалось, собеседуем. Собеседуем, да, собеседуем. По договору КПХ, гражданского правового характера, то есть, чему не обязывающим фирмам, да? Ну, да ладно. День состоит сейчас в том, что выработать решение, которое интересно заказчикам, уже сейчас интересно, российским в первую очередь, и потом это масштабировать на мир. Вот, ну, так как меня больше всего интересует тема экономики, реальность, всякие финансовые вот эти игры, это прикольно, но мне кажется, это все как-то так сойдет на нет, а нужно обходить, сказать, надежно и надолго. Поэтому, тему с «Шляхом кормом» с Михаилом, тему с реальным сектором экономики, выпуска расчетных... Что ты наделаешь, как я понял? Я там сейчас сделаю аналитику, то есть, собираю информацию, готовлю презентацию. А что будешь делать? Для чего? Для инвестиции или для... Вообще, как архитектор. Архитектор чего? Архитектор системной продукции. Как вы? Какой? То есть, это заказчик. Нет, кто заказчик, кто заказчик. Вот неизвестный. Вот надо найти, понять, кто является заказчиком, кому это продать. Свой собираешься? Разведчик. Я называю все-таки это аналитикой, для того, чтобы понять, в какую сторону двигаться, кому это продать. И, собственно, предложить этот проект. Ну, понятно, что если этот проект не предлагают, то какой вам не смысл. Проект, я именно набираюсь, связанный с реальным сектором экономики. То, что вот с Глебом, продолжение темы, братьев, это все-таки краудфандинг в коротком месте. Ну, собственно, давно уже мусолили, там, вейкс, там, много кикстартеров, кикстартеров, сами кикстартеров. То есть, много кто про это говорит. И делает, реально, какая наша здесь тогда роль вся. А роль следующая, что, собственно, ребята делают это все довольно разношерстно. Каждый тянет на себя одеяло, поэтому надо по-хорошему объединять. В каком виде? Я намерен предложить общий протокол взаимодействия юридических фирм между собой. Желательно на основе существующего протокола передать информацию о событиях внутри банка и наружу банка, для того, чтобы привлекать финансовую организацию. Потому что сейчас чуть ли не половина вообще ресурсов сосредоточена в руках банка. Банков, да, финансовых организаций. Что для экономики, ну, довольно печально. По-хорошему, как бы, нас должны выполнять органы калькулятора для реального производства. Так вот, значит, если мы намерены привлекать реальный сектор и предлагать продукт по выпуску некоторых расписок, пускай это депозитарные расписки под имеющиеся товары и услуги. У кого телефон? Это место. Так вот. Предлагаем некоторые депозитарные услуги депозитарного обслуживания. Как, естественно, это должна быть юрисдикцией там какой-то признанной. То есть это либо российская, либо иная, но признанная. То есть, понятно, что в личной концентрации это не с собой. Тема с кооперативами, это все здорово. Но там есть ряд факторов, которые очень сильно, так сказать, не в восторге людей от кооперативов. Какие? Субсидированная ответственность, которая приводит к тому, что если не успел выйти в уровне, то ты должен всем. За всех. Поэтому все стараются, чтобы всем был умен. Или стараются кооперативной летости. Ну, то есть надо дружить, как сказать, жениться. И на том, да, с кем ты хочешь прожить эту жизнь, а не просто обыскивать. Поэтому входить в какой-то кооператив, где немного там участников, очень опасно. Депозитарии, вот эта тема, она наиболее такая интересная. В принципе, старая деятельность, отдельная лицензия у финансовых организаций. И есть услуга поведения реестра, она может быть либо юридически, как бы, легально-законная лицензия, либо просто введение реестра акций. Мы предоставляем, как бы, не имеем лицензии. Как-то можно и доставить по закону. Мы имеем право выводить. Мы можем быть агентами по поручению, у кого ты там действуешь, в интересах принципала. Для этого нам не нужна будет лицензия, мы будем... Лицензию ты можешь учитывать чужие акции. Да. То есть мы, как наемный сотрудник, сидим и записываем. Если это по закону можно, давайте хоть что-то делать. Это не регулируется закон. То есть у тебя бухгалтер с гражданским кодексом это будет. Делали, запретили, все. Ты не можешь сейчас сам, не сам учитывать никак, только специальные, отлученные. Смотря что-то выпускается на бумагу. Да, все, что меняют сейчас. И в результате вот эти все подняли сейчас. Ты можешь учитывать товарные накладные? Ты сейчас тебя, по-моему, в году последний. Можешь товарные накладные учитывать. Или расписки, вот как у Шверкникова, да? То есть расписка о том, что я должен тебе килограмм яиц. Это сами сертификаты. То есть все, что угодно записывать в реестр. И предоставлять информацию. А что это такое? Ну, все понимают, да, реестр это блокчейн. И информацию человек получает сам из этого блокчейн, с помощью своего смартфона. Мы предоставляем некоторые софты. Ну, естественно, выгода в чем заключается? В том, что записать информацию стоит денег. Да? Прочитайте, пожалуйста, бесплатно. А вот сделать запись, то есть запись о выпуске некоторых файтов. Запись о том, что ты эти файты передаешь между участниками. И следующее. Возникает, когда возникают споры, необходим арбитраж, который эту проблему решит. Причем это именно внутренний арбитраж, который желательно обнаружен и выходит. Потому что, ну, если оно начинает сильно выходить, и там прокуратура, то потом, ну, как бы это... Хотя закрыть нельзя. Просто вы не проработали юридическую парку. Мы проработали. Мы проработали. Где? С кем? Как? Вот. Ты можешь сейчас рассказать как раз про... Акасик нет. Не расскажу. Нет, я расскажу. Так вот. Вот. Вот мою разработку я более-менее не знаю. Но я не знаю за последние вот сколько там месяца, 4-6, да? Сколько чего там было разработано. И про юридическую часть с инвесторами, с инвесторами. Я так понимаю, что вот эта софт, ну, техническая часть программы, она есть. На ней можно выполнять действия. В том числе по учёту, да? Выпуску, там, различных там бонусов, там, чего угодно. А теперь вот такая. А вот я, да? Я как человек. Например, сейчас гражданин России. Или просто человек. Я могу воспользоваться? Куда я должен денежки отдавать? Вот этот весь механизм можешь пояснить. Ну, какие услуги там предоставляются? Хорошо. Меня, господа, попросите. Армалай Дмитрий Сергеевич. Всем здравствуйте. Разработчик блокчейна третьего поколения. И главный внедритель у вас. Ну, сначала немножечко о развитиях блокчейна. Как я сам классифицировал изначально, не отвлекаясь на другие. Получится, кажется, что есть разные, кто-то по-разному. Но я считаю, что есть уже два, даже три поколения, отличающиеся именно на уровне протокола. То есть биткоин, да? Это блокчейн 1.0, где в транзакции собираются все входы. Мы должны знать, откуда пришла каждая монетка. В результате транзакция занимает очень много. Большой размер. То есть в среднем, если возьмете количество транзакций, получение биткоина и размеров, то получится в среднем транзакция 880 байт. То есть это перевести нечто с одного, с чего-то на другое. Почти килобайт. Ну, довольно небольшой объем. Значит, протокол поменялся во втором поколении. Это первый представитель UNEX. Второе поколение. Они отказались от этого. Они сделали, как обычно, в гендалковской клинике. То есть со счета такого-то списывается такое-то количество, какой-то величины. И отберется в таком-то результате. И транзакция стала... Ну, еще плюс информация служебная, чтобы нельзя просто заменить. Это 240 байт. Ну, это уже приемлемо. Приемлемо. И их еще фишка, что они начали учитывать разные активы. В одной транзакции они начали учитывать. Там можно уже выпускать активы. Вот. Значит, если мы рассмотрим блокчейн эфириума, вот с позициями вот этих вот, с самого прокола, так кажется, что это блокчейн 2. То есть она тоже... Все входы не помнят, ей не надо, да. Она тоже берет такую же простую запись, с кого куда списали. И тоже может вести учет разных минусов. Вот. Но отличие эфириума в том, что туда можно замести любую обработку логическую, да, какой-то информации в сам блокчейн, не меняя при этом протокол блокчейн. То есть получается у них мягкий блокчейн, так сказать. Если брать все остальные, как товары, которые были до этого, и блокчейн следует, то у них был жесткий протокол. Что это значит? Это значит, один раз записали программу, и чтобы она как-то начала по-другому работать, его нужно переписать и дописать. У всех обновить на компьютерах. И только тогда эта программа начинает что-то по-ночество. Эфирм это обошел, сделали очень красиво, очень удобно. Ложеный, что мы победим мир. В принципе, все им поверили. Но я бы сразу сказал, что, ребята, вы мирный победитель, и у вас будет мыльный пузырь. Ну пока еще мы не сгулся, но я считаю, что будет взялаться. Дело в том, что вот эта вот фишка интересная, мягкий протокол, по большей части он нужен для самих разработчиков, чтобы быстро написать, разработать там несколько, там, сорт-строк, какой-то смарт-контракт, который будет выполнять непроиводику с входящей информацией. Но когда вы этот смарт-контракт запустите в реальной боевой среде на множестве компьютеров, он соберет очень много ресурсов мы все исполним. То есть он должен копироваться, присчитаться, все перемены заполнить, у вас еще там массив, и все это очень быстро ляжет. Мало того, они вообще сделали сохранение всех параметров в этот вот хэш, Меркель хэш, то есть все параметры среды каждый раз считают. Ну, короче, непомерная задача, да, красивая, но с точки зрения обычной жизни это нигде не пошло. И в подтверждение моих слов, а это я об этом сразу сказал, да, мы, Марк, не поверим, вы можете зайти на сайты, где написано много-много всяких стартапов на эфире, я точно не знаю, посылку, но люди знают. Да, эфириум. Вот, там, да, эфириум, если вы начнете тыкать на эти аппликашни, там у многих уже даже страница не открывается. То есть они собрали деньги, сделали смарт-контракт, поймели, ну, не знаю, всех, не всех, потому что у себя, да, не важно, но главное, что они ничего миру не представили. Если вы сейчас, опять же, вот где-то по интернету прошерстите, где есть эфириум, в эфириуме сделано бизнес-приложение, которое работает и разбирает полеты обычных людей, вы такого не найдете. Вот у нас ребята делают, эти, хеликоптеры эти летают и ставят метки, куда они прибыли. Зачем? И кладут это в блокчейн эфириум. Зачем? Они могли бы также класть в эфире вообще биткоина, там, Nexo, там, какой-нибудь энеркоин там тоже. Вот зачем это? То есть, естественно, что для того, чтобы вот это, ну, я считаю, пузырь финансово раздуть, и было множество придумано этих стартапов, которые вроде изменят нашу пункт. То есть, ничего этого не получилось. То есть, теперь мы приходим, понимая это все, мы приходим к лучшему третьего поколения. Изначально, понимая вот эту фишку, да, что вообще ребята не выстрелят далеко. Ну, один или акт, это ничто для финансового рынка. Хотя ведь они замахливались на весь рынок. Они говорили, мы будем учитывать все страховки, там, будем учитывать там все долговые обязательства, но что-то не случилось. То есть, них там вообще не зерните для финансового рынка. Я сразу подумал, а как бы сделать так, чтобы действительно было для обычного бизнеса это удобно для государства, для обычного гаража. то есть, сделать один немного по другому пути. Поэтому, я сделал тоже на жестком протоколе. То есть, когда, чтобы что-то новое внести, ты должен в программу это внести, все обновиться, и тогда все заработают. Это нормальная практика, все так работает. Даже сам Windows так работает. У нас ничего нового не сделает, пока вы не обновились. Это правильно. Зато, получается множество плюсов. То есть, получается так называемый супер-фаст-смат-контракт. Ну, если вам это слово смарт нравится, да, умный, то есть, вы можете туда программировать. Я говорю, что что, старогатого, да, программировать в тревог раз можете раздать. И, кроме этого, еще есть несколько ноу-хау таких, что мне позволили, позволили сжать размер транзакции до 140, если вы переводите какую-то сущность с одного счета на другую счету. То есть, сам простая транзакция. При этом, не пострадала ни защита, ничего. Просто посмотрел, что в тексте протокола немножко избыточные вещи делаются. По дну, по дну, посидел и делал прочее. То есть, там, в блокчейне, тревоге, размер транзакций зависит от вида операций? Он везде зависит от вида операций. Но самая короткая операция, самая короткая операция, и мы часто пользовались. Они перевести с одного человека на другой. Есть еще множество других, которых там может еще короче быть. Или наоборот. Но они должны... Вот эти множество других, они... А это как реализовано. То есть, множество других вот. Это так же, как у NX, примерно то же самое. Но фишка в том, что вот эти 140 байт, а вообще не самое дорогое это один байт информации, потому что он хранится у всех на компьютерах, и водитель веков должен храниться данный, как бы не жимает, но есть, конечно, разные решения, то эти 140 байт уже дают большую эффективность в применении в реальной жизни. Ну, это мелочи. Дальше еще новое введение, что в моей среде некоторые права или, так сказать, роли разделены между учетными единицами. Если до этого всегда в каждой блокчейн среде или криптовалюте была некоторая одна условная единица, главная, которая решала там все задачи, собирала на себя, то есть была средством платежом основным, значит, была средством управления средой, была средством голосования или там деления долей этой среды, да, как эфир или там биткоин, там энеркоин там, и была средством платежом за комиссии по транзакции. Тот говорит, что вот энеркоин, который сейчас пиарит, хотя он, получается, одиное поколение, что вот энеркоин, он подтверждает транзакции. Ну, то есть по факту, ты платишь комиссию в энеркоине, и она кладется в общем. Вот, значит, в моей среде я разделил эти поставки, значит, у меня есть первая единица, основная, она отвечает за права обладания средой и управления ею. Ну, как бы, это как акция, как доля, да, или как какой-то инструмент голосования. Вторая единица, она отвечает за оплату комиссии по транзакциям. То есть здесь очень важный момент. Это так же, как в жизни. В жизни есть правительство, у которого много власти, а есть приниматели, у которых много денег. Это две разных апостаси. Значит, ты можешь сколько быть, можешь быть как бы властным, да, но не богатым, но можешь быть богатым, но не властным. Ну, можешь и тем, и тем, но это две разных апостаси. Они, вот когда я разделил эти две сущности, то очень много задач начали легко решаться. То есть я могу на этапе запуска первого Genesis-блока раздать права управления средой людям, ну, там, децентрализовать на миллион людей, да, но при этом они как бы богаты особо не станут, потому что вторая условная единица, четная единица, она будет генерироваться совершенно другим образом. Не для начального распределения, например, а при входе новых участников среды. То есть она как бы может генитироваться по ходу. А, поправлю. То есть она будет майниться? Да, она будет майниться, имитироваться, комиссия в ней будет… Комиссия кому? Комиссия майнеров. То есть кто-то бог собрал. Комиссию получают ли комиссии какие-то майнеры? Да. Да. Комиссия сгорает. Да, верно. Майнеры получают. Ну, здесь потому что ты получаешь ту комиссию, которая в транзакции, ты же ее получил и дальше уже по желанию вот этого сообщества, да, которое запускает блокчейн, может запустить разные компании или там сообщества или консорсумы, они уже сами решают. Хотим мы эмиссию вот делать прям в каждом блоке или не хотим? Хотим мы эмиссию делать, например, с каждой транзакцией, но этот алгоритм задается по желанию. То есть те владельцы, так называемых акций, первичных монет, они совместно, там, консенсусом принимают решение о дополнительной миссии. Правильно, управляем. То есть смотри, где это… Другой валюты. Смотри, в Next'е… Ну понятно, есть full-core акции. Не акции, да, акции уже сказали. А вот именно вот этот вот транзакционный или как рабочий… Ну, грубо говоря, такой мультичейн, где наказок… Газ… Ну, течение… Ну, в Ethereum две валюты. Давай… Вторая – газ. В Steam там три валюты, да? А в Next'е там десятки тысяч этих валют, которые имитируются по каким-то правилам, дальше можно майнить, можно доп-эмиссии делать. Где-то жёстко задумано. Ярослав, там уже одна валюта. Эфир, газ, он и есть. А, газ – это внутренняя валюта. Вот она и есть. Значит, газ покупается за эфиры. Значит, суперная газа. Ну, да. Ну, смотрите. Значит, получается, что так же, как Ethereum, когда запускался, там же сообщество приняло решение, как часто блоки будут идти и вот это всё там, сколько мы запускаем. Здесь тоже, в принципе, могут на начальном этапе в Геннесс-боке задать любые условия. Но, как я считаю, что на самом деле эмиссия, вот этот платёжный учётный геннесс, второй по счёту, она должна осуществаться пропорционально числу участников. Это понятно. Каждый участник совершает транзакции. Если он пришёл, значит, ему надо выдать какое-то количество, чтобы он мог вести здесь деятельность. Если он нет, то они не нужны. Защита от ботов. Значит, это другой вопрос. Так, это вот по отличию ролей. Значит, ещё есть роли, которые пока оставлены на будущем, но они будут потом использоваться. Это роль доверия. То есть, раз, всё помните, да. Потом роль, как бы, такого человека, деловой репутации. Это РИО, там, или как хотите, нажать, да. То есть, и что-то ещё я уже не помню. У меня столько этих мыслей, столько их записывать, там всё бывает. Натишка в том, что люди бывают, которым можно доверить, да, а люди есть, которые могут что-то сделать полезное, там, для этого, и их тоже можно сделать. А репутация чисто неизмеримая? Ещё пока никак неизмеримая, это будем потом делать. Но под это уже заложено. Потому что есть два определения репутации, которые я знаю. Сейчас не обсуждаем. Значит, ещё одно отличие. То, что... Я хотел сказать, какое отличие там нет. Давайте вернёмся к монетам. Сказал, что есть несколько видов монет. Ну, то есть, несколько видов токенов, так сказать. Ну, первые токены – акции, которые, ну, они не цены сами по себе. Они для инвесторов, для инвесторов. Передавать? То есть, это как? То есть, это можно передавать? Да. Может, одноценные? Да. Ну, да. Они точно за право обладания голосования. Есть платёжные, которые мы сейчас рассчитываем. А, вот мы остановились на миссии, что каждый человек получает... Вот про трансфер, на котором оплачиваем комиссию, тоже понятно. А какая-то расчётная единица для... Ну, то есть, есть возможность выпуска его расчёта для конкретного бизнеса? Да, да. Для конкретного бизнеса? Да, да. Вот там... Алионы там... Конечно, это... Это уже с ботчейн 2.0 началось, поэтому по умолчанию... То есть, колориткоин как-нибудь строим? Практически. Ну, да. Назовём это колориткоин. Там токены, как активы, там, как хочешь. То есть, ты можешь выпускать что угодно, и там... Допиливать, если чего-то этого нету, да, чтобы она автоматически работала. Примерно, как смарт-контракт. Вернее, даже лучше, чем смарт-контракт. В отличие, всё-таки. То есть, для того, чтобы тебе это заработало, тебе надо все клиенты на всех машинах заменить. Это не смарт-контракт. Я говорю, это... Это не примерно, это вообще не смарт-контракт. Мне вот это смарт-контракт интереснее. То есть, первое, есть у нас акции, с ним всё понятно. Акционеры принимают решение о инвестии любой другой валюты, кроме своих акций. Правильно я понимаю? Не так. Значит, акционеры принимают решение, как это следует управлять в начале, в запуске, да. То есть, собрать, да, всё, так вот запустили. Всё, подписались. А дальше, если какое-то уж сильно большое решение нужно... Да. Да. То есть, тогда они так же и мешают. Но выпустить, ну, новую там, ипостась, актив, это может участник, заплатив определенную комиссию. А комиссия всегда платится вот в этих вот комиссионах? Да, она всегда в этих работчиках. То есть, это, как бы, такое топливо для всей сети, с которой всё работает. Да. То есть, если я выпускаю какой-то токен свой, то мне, по сути, в кошельке другого участника, ну, для того, чтобы он мог совершить операцию с этим токеном, всё равно нужен комиссионный токен. Ну, да, потому что он... Он наплачивает и будет на комиссию за перевод. Правильно? Да. Ага. Хорошо. Понятно. Так, а вот ещё есть фишка, которую я недавно сделал. Ну, вернее, она и была изначально. Хорошо, так, для них сейчас дойдём. Мы не перебыли. Значит, ещё один большой шаг, в отличие от всех этих крипто-сред и блокчейн-сред, то, что изначально я ориентируюсь на удостоверение участников. То есть, почему все вот эти крипто-среды не взлетели? Ну, законно. Потому что они не привязаны, там все анонимы. Они, мало того, они ещё и сильнее этого анонимности. То есть, в результате всё хорошо, смарт-контракт написано, вы подписали, ваш оппонент подписал, всё случилось. Потом что-то пошло не так, вы приходите в суд, говорите, вот ребята с той стороны подписали смарт-контракт, там он даже в законе может там как-то быть. Прошу вас с них взыскать. Они говорят, докажите, что это вы подписали. Важный момент. Они приходят в суд, к какой юрисдикции. Не важно. Важно, потому что, если у тебя заверенные люди, находящиеся в разных юрисдикциях, то куда они придут? Ещё вот, это ещё хуже. То есть, дело не в этом, дело в том, что ты ни в какую юрисдикцию не придёшь. То есть, если бы ты хотя бы... В том-то смысл и есть в разработке, что код есть закон. То есть, код выполнился, выполнился. Ошибки есть, нету ошибок. Всё замечательно. Секунду. Это прям такая штука, на которую строится твой блокчейн? То есть, это не идентифицированные пользователи? Ну, это так? И так и сяк, но я понимаю, что... То есть, ты перепись населения сейчас делаешь? У меня в протоколе, в основном, протоколе забито, что, ребята, мы дружим, мы с анонимов тоже можем вести, как мы ушли от прародителя, но это от него досталось. Но мы стараемся вести, потому что, ещё раз повторяю, вы заключили контракт. Я имею в виду не смарт, не смарт, не какого угодно. Подписывает два человека. Один тот, кто поставляет, другой тот, кто, например, платит. Два человека. Они между собой договорились. Подписали электронными подписями. И потом из них один говорит, приходит в суд, говорит, не выпил у меня обязательства. Оно было подписано здесь. Ни один суд ему ничего не скажет, потому что второй. Докажи, что это ты. Анонимен. Пока он сам не придёт суд и не признается, что да, кто придёт, зачем эта вся электронная байта, если я должен прийти в суд, это что может признаться. Поэтому это ничего не прошло и никогда не пойдёт. Значит, у вас анонимы тоже могут играться. Правильно? Играться. Но если я, допустим, метилов, какой-то токен, я могу указать, что только для офицеров. Или я могу, или я не могу разделить. Значит, смотрите, вы можете... Я могу поставить бомет, что я принимаю боблу только у тех, кто идентифицирован на 100%. Это нюансы. То есть можно сделать и так, и так. Сейчас этого нет. Но если ты захочешь, мы сделаем так. То есть это несложно делать. Дело в том, что когда у тебя купили анонимы, они анонимы до тех пор, пока они в суд не придут. Когда они пришли в суд, у них анонима вся исчезла. Но тот, кто выпустил, только если он достоверный человек, мы знаем, к кому обратиться. Он выпустил, он обязался. Поэтому наша среда уже сейчас готова для использования в учете викселей. Потому что когда виксель выпускается, мы знаем, кто, когда, кому он передал, у кого. Помнишь случай, значит, для того, чтобы удостоверить себя в биткоине, там одна из крупных бирж, сделала перевод. То есть она заранее сказала, что такого-то числа, во столько-то, с этого кошелька, который нам принадлежит, мы этот кошелек, да, будет сделан перевод. Перевод был сделан, это является подтверждением того, что, да, это и есть та же самая перевод. Это все хотелки, как говорят. Это элемент подтверждения, что это... Это все хотелки, потому что, когда ты придешь в суд, потом они скажут, это не мы. Погоди, суд, то есть тебе доказательство перед кем? Очень важно, очень важно объяснить, что мы работаем с юридически значимым действием. Юридически значимое, не важно любой страны. Причем, хотя бы одной страны мира... А в тебе викси никто не отнимает, везде есть. Ну, как, ноу-йорк-виз. Хотя бы одну юридицию ты найди, где у тебя это примут, и все, ты молодец. Значит, у нас работает так, что мы даже в Российской Федерации это все находится в паровом поле, потому что мы соблюдаем ПЗ-63 и ПЗ-152. И под них у нас создан пакет документов, который предполагает... И с которым мы собираемся сейчас создать консорство, мы будем всех туда приглашать. И это не тот консорство МРТ, которое всех запрещает, да, мы все думаем впускать, не впускать. Нет, у нас другая политика. Мы, наоборот говоря, мы сделаны для мира. То есть мы даем, берите, а у них, наоборот, мы вам не дадим, вы заплатите, да, или там, я не знаю, что-то там. Фишка, вот этот вот документ от всех, да, который мы проработали, в том, чтобы люди, наконец, начали использовать блокчейн в своих целях, подтверждая там юридически значимые действия. То есть, когда человек может прийти в суд и сказать, я такой-то, такой-то подписал свою электронную подписью вот этот вот договор, его же подписал электронную подписью другой человек, он у нас удостоверенный, и он не может никак отвертеться, что это он не он. Понимаете, вот основная фишка. Мультиподпись реализована? Зачем? Пока нет. Ну, можно это все навертеть. Это уже нюансы, когда можно, там, эту вот верхушку айсберга развивать до бесконечности, всегда улучшать и улучшать. Я говорю про то, что сейчас наша блокчейн-среда третьего поколения и юридически, и технически готова, чтобы начать на ней вести учет пикселей, учет калионов, там, шнурнеладиков, учет подарочных сертификатов, бонусных баллов. Ну, это самое простое, что можно вести сейчас. И при этом никакой законодательственно что-либо менять не надо. Если вы хотите вести учет акции других, да, как репозитарий, то, как мы посмотрели, может быть, у вас другие есть решения, что на данный момент мы можем вести только с помощью некого посредника репозитария. Если купить эту лицензию репозитария и войти в эту среду как участника, то мы можем и это только обязать. Но тут можно несколько капиталовложений сделать. Почему название 3.0? Я все-таки, может, я прослушал, потому что все, что ты сейчас рассказал, а вот в блокчейне 2.0 есть, кроме удостоверения личности. И еще немного я по другому протоколу сделал. А в чем изменение протокола, я не понял. Ну, в смысле, там, что вы говорите? Ну, то есть, из описания понял, что это, ну, как протокол... Ну, если ты залезешь в исходники, то ты видишь, почему у меня не 240 байт, а там 140. А это... Ну, это не важно, да, но тогда я биткоинник не... От биткоина на этом далеко тоже нашел. А возможности дополнительные? То есть, какие дополнительные возможности ставят того, чего раньше было нельзя? Угу. Сущности другие. То есть, сегодня можешь понемножечку... Ну, хорошо. Давай назовем это 2.0. Ну, ты называешь 2.0, я 3.0. Я считаю, что я все-таки шаг вперед сделал. Потому что, если бы шаг вперед не было, то я сделал бы еще один фон, который грубо такой же, как и Next. А с чего кто сделал? Скорая. 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 Проченькая монета, которая, наверное, написана, она собрала что-то миллион, что ли, там, или 10 миллионов. А потом скатилась. Свой пик. И потом скатилась. В принципе, как и все. То есть, нет ни одного... Кроме биткоина. Извините. Нет ни одного коина, даже эфириум, я считаю, вот эфириум, он вот так взлетел, но я считаю, что у него путь вот такой. То есть, как только вот 3.0 вот этот упадет везде, то все поймут, что эфириум нахрен никому не будет. Возможно. Почему биткоин, значит, биткоин, да, он вышел на этих ожиданиях, он упал, сейчас где-то колеблется. Почему его путь, скорее всего, будет стабильным, когда живет? Потому что он первый, он самый большой. И это закон природы. И он решает реальную задачу, которая нужна людям. Делать трансгероничные платежи и пусть даже немного анонимные. Все остальные криптовалюты, они... Можно поподробнее править от смарт-контракта, которые как бы в общем-то зашли в своем. Например? Значит, смарт-контракт я называю чисто для того, чтобы люди уже понятием оперировали, которое вроде как им знакомо. На самом деле это такая же транзакция, как и в Микс, да, как и в других, два ноли больше, которые прописывают определенную логику работы. Вот и все. Что такое смарт-контракт? Это программа. Ну да, это программа зашита логика работы. Там переменные забиты, входы-выходы. Да, да. Только у них это все, как бы сказать, разворачивается в момент сборки блока. Все это проверяется, сшивается, компилируется. А у тебя это зашито сразу жестко в исходник. И тебе не надо тратить ресурсы к компьютеру, он у тебя быстро сразу... Ты понимаешь же, да, что смарт-контракт может написать человек? У тебя ничего не исполняется. Не меняя. Ну просто она быстро исполняется. Ты имеешь в виду... В самом клиенте зашито жестко. В клиенте зашито, да. Это значит, что если ты какой-то смарт-контракт как бы написал, то, что ты называешь смарт-контракт, и если другие не установили у себя твой экзешник обновленный, у них не будет этого смарт-контракта. Так вот отличие просто зашитой программы гвоздями от смарт-контракта именно в этом... Я и сказал, спасибо Эфириуму за это. Но он не работает и никого не живет. Подожди. Получается, для того, чтобы у меня была супер актуальная версия последнего клиента, в этой версии должны учтены все изменения всех этих смарт-контрактов, всех этих проектов. Правильно? Ну да, но... То есть в итоге будет тысяча клиентов. Нет. Это обычная программа. Ну вот тысяча программ разных будет. Нет. Будет одна фотография выкачена одним человеком. На все секунды. На все секунды. И все должны быть доставить его. Это централизация важная цель. Так же как в Next. Вот в Next'е сначала было что? В Next'е проще. В Next'е проще. В Next'е там просто веб-интерфейс там одно умение само занимает. Нет. Там ядро, ядро ровно такое же. Там тоже выпускает один человек Next, все остальные его берут. Да, есть целую. Они сказали, слушайте, давайте теперь сделаем голосование. Раньше не было. Или давайте там токены вот эти они там форвардные. Ну да, разработчик может принять это. Они разработали отдельный вид транзакции, которая исполняла какую-то определенную логику, когда она положится в блок, да, кладется. Да. И ее выпустили новой версией. Все скачали от кашелек и все радуются бесплатно. Значит, а в эфириум ты должен заплатить за эту маленькую программу, при СОО еще миллионы их заплатить. А потом окажется, что она тебе нужна. Погоди, а почему он должен платить? Смарт-контракт выпуск сходится бесплатно. Бесплатно, но, как правило, все за них чего-то ходят, миллионы. И вот и фан собирал там миллионы, и... Нет, нет, погоди. То, что кто-то собирает, но выпуск самого смарт-контракта это копеечное дело. Копеечное дело. Только нужно потратить силы. Тебе не надо менять клиента у всех людей. Пойми. Нет, мы про это не спорим. Если ты за эфиром, я это объяснил. Я это понял уже. Чтобы терминологически, да? Хочешь грузить компы, вперед. Я говорю про реальные решения. Я говорю про терминологию. Пойми. Подожди, смотри. Давай еще раз. Вот смотри. То есть, получается, есть вот изначальный клиент, которого предлагаешь ты. Дальше мы, допустим, придумали какую-то фишку, связанную с потребкой операцией. Вы выпустили. Мы вносим дополнительные атрибуты. И все его скачивают. И все, кто наши, скачали вот это приложение. И лишние все скачивают. Это не пройдет. Она будет невалидная. Я это понимаю. Значит, невалидный блок. Значит, ты блоки перестанешь принимать. Значит, у тебя будет раздроение, как сейчас в классе, конфириум и в основном. Все. Это база. Смотри, получается. Есть у нас клиенты у людей, да? Одни клиенты умеют видеть столько транзакций от кошелька к кошельку. Другие клиенты видят транзакции от кошелька к кошельку и там дополнительные атрибуты. Температуру там. Если это протокол не влазит. Им же не обязательно обновляться. Если они конструктуруют, то по такому ради бога, конечно. Есть вещи, которые конструктуруют, а есть вещи, которые нет. Хорошо. А теперь, подожди. А теперь, допустим, верхушка. Она придумала, ну вот, акционеры, да? Придумали, а давайте, ну не знаю, там, увеличим там, размер генерации блоков по длине. Да. Они все это делают. И всем нужно завтра скачивать прием. Тем людям, которые придумали новый атрибут, нужно перейти переписывать. Ничего не надо. Этот новый атрибут туда сразу влазит. Зачем он переписывать? А как только вы их переписали, он куда-нибудь сразу открыто всем нашел. То есть вы поделились с миром, его взяли и внесли в основе все это. Ровно так, как это в биткоине, в нейксе, в биткоине работает. Извините. Для того, чтобы изменения в биткоин попали, проходит год, а то и два. Здесь то же самое. Что вы думаете? Вам просто верхушка даст это все дело? То есть это управляющие монеты, которые рулят долго, медленно и так же, как в любом клиенте. То есть получается, для того, чтобы мне, как кооперативу, записать свой смарт-контракт, мне надо ждать два года? Зачем? Понимаете, это не смарт-контракт я пытаюсь на тебя донести. То есть это обычное изменение в код программы клиента. Да, это обычное изменение, но… К смарт-контракту не имеет никакого отношения. Хорошо, понял. Значит, никакого отношения нет. Можно вопрос про обновление? Вот стоит программа, которая скачана на компьютер. В момент обновления надо ее снести и заново в код программе? Или просто нажать, вот как вот в Apple есть, что обновление программы? Он тебя обновляет. Вот как? Это уже реализация. Если в Яме можно обновить, значит можно обновить. Если в Яме можно обновить, значит можно обновить. Это просто реализация взаимоотношений… Нет, просто логично же, что ты один раз скачал, она у тебя стоит. И там раз в месяц что-то обновление. Это нюанс, который технология Яблера может использовать, а может не использовать. Можно комментарий. Значит, обновление является угрозой. Потому что когда ты скачал, ты запустил и ты знаешь, как она работает предсказуемо. Если автоматически, во-первых, источник обновления, то есть откуда это скачивается, во-вторых, ты не знаешь, будет ли она работать точно так же, как она работала раньше или там какие-то уже изменения. В общем, это блокчейн никак. Так вот, нет. Начало. Для того, чтобы быть уверенным вообще в обновлениях, то есть почему очень хреново обновляется там, допустим, там на ядерных реакторах, да, там один раз написано, она работает там 50 лет. Потому что любой, должно пройти там кучу верификаций, проверок и так далее. В сообществе, когда open source, большое сообщество, есть более-менее гарантия, что этот клиент, написанный там 3 месяца назад, он уже был проверен. Его можно скачать и установить. Если подсаживаться на вендора, который будет тебе обновление присылать, это большая угроза. Да, это вам не исходит. Это, как бы, такая не сильно большая проблема, если сделать там, кто-нибудь сделает какой-нибудь сервис в этом LTS, то клиентам, и клиенты это примут, разрешат хранить там ключи этому, ну вот этому сервису, то проблема с обновлением будет проблемой классиарис. Здесь, как бы, мне все ясно понятно. А можно поподробнее о выпускаемых токенах в рамках этого лучей? Какими свойствами они могут обладать? А именно, можно ли делать... Есть ли какой-то механизм там сжигания этих токенов? Ну, то есть, погашать при погашении обязательств? Деймерин же. Вот такие фигни. А можно ли заложить в логику миссии какую-то? В смысле, что она потихонечку увеличивается, увеличивается и увеличивается. Ну, какая-то логика есть. Неважно. Поправится всякий бывает. Вообще, задумок-то много. Значит, сейчас можно абсолютно что угодно реализовать, было бы желание у заказчика, и было бы это нужно. Значит, сейчас, если картическая, бесконечная. То есть, пока ты их кому-то отдаешь, иметь его поставить. Вот. Или ограниченное. То есть, за одно количество, сколько у тебя есть. Ну, то есть, два вида. Ты выпускаешь токены либо с бесконечной имиссией. Да. Иметьем всегда один, а один там какой-то. Ну, да, ты ее создал. Один, мультисига пока нет. Мультисига, да. То есть, вот так. Хорошо. Возможности уничтожать эти токены, ну, из оборота? Пока. Убирать. Пока нет. Ну, это не сперилизовать вопрос. А на существующий адрес отправлять их нельзя? Нет, не так, не так. Там создаётся просто транзакция специальная, которая даёт тебе право, кто только выпустил монеты, ее же и уничтожит. Запросто. То есть, это просто транзакция, которая вот пишется там, за неделю, и она будет там все сделаны веб-интерфейсе, и там, и мобильная, и веб-интерфейсе. То есть, это вообще… Чего за неделю пишет, кто пишет? Транзакция. То есть, это как смарт-контракт для эфирма, только здесь это вот такой вот практически прописанный веб-контракт. Давай я попробую объяснить… Я тоже не понимаю. Ну, программу нужно обновить, чтобы она получила новые функции. Вот и всё. Так вот. Так сами перевёрнуты… Обновили, изображали. Выпиши, как тебе удобно, Ярослав. Вот. Короче, смотри. Транзакция у нас стоит вниз на четверг. Понятно. От кого? Кому? Я понимаю, что… Я понимаю, что добавляют дополнительное поле, атрибут какой-то. Да. Но по нему ты чекаешь всё, что происходит. Да. Я знаю, первое – это выпуск, например, этого ассета. Да. Второе – это доп-эмиссия. Да. Третье – уничтожение списания. Да. И вот это программируется в клиенте. То есть, что нужно, то надо… Можно в другую трассу. То есть, начисление 9 лет. Это нужно создавать. Да. Ты можешь реализовать любой алгоритм, потому что ты оперируешь реально полный клиент машины. Я вам там или эпитолог. Секунду. Но я правильно понимаю, что если я хочу выпустить токер, то мне нужно у всех акционеров уговорить реализовать это… Как она потом будет этих демок? Ну, непонятно. Реально. Вот я завтра захочу токен определенного, определенного характеристик. Что я… Вот как я это делаю? Мой алгоритм. Ты говоришь, такого токена… Такого токена еще нету. Хорошо. А мне надо. Разработчикам… Да. Если я прислушал, Дима, ну, сделай мне вот какую-то механику работаю. Я говорю, так, ну да, по времени вроде есть. Ну, давай, видите, сейчас… Миллион бакс. Раз. Делай, значит, да. Да. Я говорю всем, ребята, обновитесь. Да. Через там неделю, вообще им будет новый, пойдут эти транзакции, и если вы не обновитесь, то у вас синхронизация закончится. Да. Это стандартная фишка. Ты представляешь, ты себе скачал кошелек, а потом тебе говорят, обновись. А иначе что? Иначе все, ты вылетаешь. Ты говоришь, это же криптовалюция. Это же криптовалюта, она же маяц. Нет, ты выкидываешься. Чаще всего. Один счет тот токен. Токен ты выпускаешь сколько угодно. Это один вид транзакции новый. Новый вид транзакции. Понятно. Подлетит в мир, потом миллион. Игорь, я понимаю. Я имею в виду, что каждый вид токена. Вот придумали мы сегодня партнер. Это вид транзакции. Токен. Ну да, вид транзакции. Допустим, транзакция там, связанная там с системой лояльности. Вот купок. Да, Игорь, вот самый тот. Погоди. Чтобы с каждого счета списывались ежедневно. Вот теперь я на базу. Я ваше переходим. Значит, смотрите. Абсолютно все криптовалютные среды, кроме софт. Софт, да, мягкого протокола, эфириум, там, близко и прочее. Они все одинаково так работают. То есть ты что-то хочешь на новое вставить и будет добрый анализ. Но. Значит, моя среда, она сразу имеет некоторые базовые вещи. В результате вот этих обновлений будет гораздо меньше, чем у всех остальных. И гораздо проще их туда сделать. То есть у меня… Подожди, ты только что сказал. Каждый вид, новый вид токена будет… Несконечное число, господи. Эмиссия демо-рэш. Что еще? Максимум 5 разных видов транзакций, которые… Ну, а вдруг… Придет в голову еще что-нибудь. Ну, вдруг. И что? Ты не сможешь скачать с сайта обновлять. Ты бинду скачаешь. Вопрос изменяет. Вопрос в том, что куча людей уже скачала, а в массе людей не надо скачивать там. Ребята, если вы так говорите, то почему биткоин до сих пор живет? Там постоянное обновление идет. И есть фишки, когда они говорят, что 11 версия – все. Не будет работать, если у тебя десятка стоит. Это почему? Почему? Ну, там новые транзакции пошли. У тебя, когда приходит новая транзакция, она невалидная. У тебя синхронизация не идет. Ты не в курсе, не знаешь. А мне пришлось 10 дней ждать на своем СНПМ, пока все одно и все есть вообще. Мне пришлось любить, новую закачать, и все по-новому. И усерд. 10 дней ждешь – кулишь, потому что 11 версия. Почему? Потому что протокол новая транзация. Пришла, я не видел, что он присинхронизировался. То есть это получается… Это базовая вещь – блокчейность. Приходит невалидная транзакция, которую ты распознать не можешь. Она невалидная. В биткоине? Там хорошо говорят – обновись. Вот он обновился, и все. А Ярослав предлагает, чтобы можно было не обновляться в месяц. Смотри. Условно. То есть от момента, когда это… Это не знаешь, что он обновляет? Это… То есть биткоин достаточно, кошелек достаточно обновляет вас в полгода. И это, вроде, более-менее оно будет работать. Потому что люди бы кошелек сделали. Чтобы я не заморачивался этими обновлениями, один раз заходил в этот год кошелек и вообще не показал. Конечно… Да, но обновляетесь хоть каждый день. Да. Легкий… Легкий будет хоть сколько. Это эти нюансы. Понимаете? Тут легкий кошелек и мобильный – это нюансы, которые у всех есть. Это не ноу-хау, не какое-нибудь ничего. Она по приори будет. Будут деньги, будут использованы. Вот это будет. Сейчас есть у нас хороший клиент, который ты загрузил, он работает. И протокол под него. То есть основа – это протокол. Протокол – что такое? Это как раз набор правил, да, как эта вся среда работает. То есть мы протокол получили. Хорошо. Ладно. Опять же, вот это же в Next уже реализовано. То есть просто берешь Next и его используешь. Ну… Давай. Ну вот я выпустил там свои токены на Next. Там есть реализована Monetary System, называется. Это никого, оказывается, не нужно. Ты ее разбирал? Что это такое? Это… Там выпуск своих вот этих токенов по свободным более или менее правилам. То есть там с допониссии, там с сжигания… Еще раз. Да, обмен. То есть обратное там сжигание. Ты это выпускал, ты работал, это где-то работает? Я попробовал, у меня не сработало. Но у них декларируется, что это есть. Нет, дело не в том. Дело в том, что оно работает. Я попробовал. Это люди, никому нахрен в мире не нужно. Вот как оказалось. И как эти все криптосреды, они просто как мыльные пузыри. И эти вот тоже токены там тоже как мыльные пузыри. Их никто не пользует. Сейчас есть возможность выпуска своих токенов свободно на базе Next. Извините, там их изначально было. Никто не против. Ну, то есть можно брать Next и его использовать. Для этого не надо изобретать ничего нового. Мы его используем. Мы используем. Мы используем. Молодец. Подожди, давай на это самое вернемся к возможностям. То есть смотри, если мы хотим использовать в вопчейнхеной, при учете обязательств, например, какого-то там кооператива, да, вот сейчас как будет выглядеть алгоритм внедрения в существующий бизнес. Допустим, уже все есть, там прописаны там правила игры в оперативе, необходимо пои, пускать в вопчейнхен. Это обычный актив, да? Ну, который можно в Next тоже выписать, а отдать всем. Ну, а в отличие у нас, у нас люди устают удостоверение. То есть в Next ты просто играешь в эту источницу, ну да, работает, ну, как-то это юридически, я помню, что-то не понятно. У нас получается так, значит, участники скачивают кошелек себе, то есть вот я хочу запустить в реальность, да, я скачиваю кошелек, так же, как у себя сначала кошелек, запустил. Значит, мне создаются три адреса, ну, там, счеты, новинные. Значит, они такие же новинные, как и у всех остальных. Я должен себя удостоверить. Значит, я должен создать свою персону в этом научении. У нас есть такая транзакция, которая создает персону в своей фотографии, там, прохождение, там, ночь. Можешь это создать или ты, или тот, кто будет тебя удостоверять. Ну, скорее всего, он, потому что он лучше понимает, что туда катать. Потому что если я с вами что-то не то закатаюсь, ты исправить не сможешь. Один из тебя спишется. Это как бы, это довольно-таки ответственность. То есть, а удостоверяющим достаточно одного или их несколько должно быть? Достаточно одного, которого ты знаешь, или он тебя знаешь. Ты, или он, создали эту персону. Хорошо, она в блокчейн закаталась и уже там есть. То есть, теперь можно связать твой адрес с этой персоной. Это делает человека удостоверяющим, которому есть доверие от всех остальных участников среды. И он имеет на это право. То есть, если у вас агры кто, все друг друга начнут удостоверять, то получится каша и не поймешь, что этому верить можно или нельзя. То есть, это особые люди, у которых есть права, которые есть обязанности. Как эти особые люди рождаются? Эти особые люди рождаются из Денисис блока, естественно. То есть, когда запускается Денисис блока, мы туда собираем всех людей, которые друг друга знают, доверяют, которые находятся в некотором контакте. То есть, если мы какого-то добавим с другой стороны планеты, которого мы не знаем, мы не знаем, доверять ему правильно, будет неправильно. То есть, то есть, система доверия изначально работает. Потом Денисис может запустить велосипед. Ищет как-то убедить систему доверия. Ну, допустим, в Денисис я в первом Денисис блока, и затем начал удостоверять, я говорю, там, аккаунты с нами. Вот так. Орец, вот в том-то вся фишка блокчейна, все записи прописаны, это реестр, которые запоминают... Все видите, что я это сделал, мне кофе. Что ты сделал, да? Мне кофе. Если народ просек это дело, он может транзакцию, да, то есть, которая будет забирать вот эти, ну, удостоверения. Всех, кого я удостоверил, удостоверил. Да, то есть, мы делаем службы. Да. Вот один случай был... А половина из них будет не настоящая. Один случай был, что вот эта фигня. Давайте других всех переводостоверим. Да. Переводостоверим. Второй раз, третий раз. Десять. Сделать. То есть, самая фишка, когда один человек удостоверен, там, тремя разными. Да. Ну, да. То есть, конечно, если один... Ну, это уже нюансы используемые. Мы даем инструмент, которым можно пользоваться, собственно, так или это. Мы говорим, ребята, вы можете пользоваться так и это. Ну, подожди. Момент. То есть, значит, возникла эта ситуация. У регистратора отзывают лицензию, грубо говоря. Все, кого он регистрировал, блокируются тут же. И говорят, только после перерегистрации мы тебя разблокируем. Так? Мы переходим к обычной финансовой системе централизованной. У меня так вот текст судится до сих пор со Сбербанком. Вот эти вот первые, да, первые, да, люди, они составляют костяк. И, соответственно, они реализуют децентрализацию. То есть, если бы у нас один был в начале, кто бы человек, да. Значит, мы собираем сначала, там, пять, шесть, семь, десять, сто человек, да, и говорим, что пускаем, блокчейн, там, первые такие очереди, где в Денессе будет, там, собралось у нас уже целых сто человек. Эти сто человек начинают привлекать других людей. По знакомству, да, их тоже туда вносить. Есть потребительские общества. Кстати, у меня это так и не дошли, да, например, не сделали, да. Ну, давайте сейчас. То есть, там, сто человек. У одного человека есть потребительское общество. Он, например, управляющий. Он говорит, ой, я вас всех знаю, вы мои пащики. Значит, давайте загружайте этот клиент, мне загрузили. Давайте мне свои адреса. Давайте, я вас всех внес, все данные, да. Но я вношу данные публичные. То есть, я вношу данные паспорта, где ты живешь. Там, не важно. Я вас всех удостоверил. Все. Они в этом блокчейне записаны и удостоверены. Как дела с этим, с законом охранения? Вот я все у вас и уписываю. Уписано, так сказать. Вот, Тарасинова. Значит, смотрите, они записались. Дальше. Этот человек удостоверенный и для всех основных участников, и для всех. Значит, если из другого потребительского опыта, они там не знают, то он не хочет подписаться, что-то пропустить, да. А здесь этот человек и не есть, по этому или что-то. То мы знаем, к кому обратиться. Или, если он сделал какие-то обязательства поставку, он в реальной жизни этого не совершил, мы тоже знаем, к кому обратиться. То есть, пошли все юридические действия, он электронной подписью подписывает. Значит, по поводу... То есть, а кто, чья транзакция может узнать любую часть на сети? Ну, естественно, мы к этому идем, что все открыто и все законно. И по поводу вот этих вот персональных данных есть такая фишка, что данные вообще доступные не подлежат защите никакой. Ну, естественно, вы вышли на улицу, ваше лицо, как ваш вид, как он может быть защитит. Вы отдали эти данные неопределенно, грубые лица. Все, они не защищены. Поэтому ваша фотография, это не подлежит, не защищается. Ваша фио, ну, тоже как защищает смысл. Там, ваша раста, цвет кожи, глаз и волос, ну, тоже все видят. Интультивным данным не надо. Те-чем. Там можно просто идентифицировать человека и его лицо не портит. Важный момент. Дело в том, что когда у тебя на счету, допустим, владение заводом, пароходом и так далее, и у тебя в блокчейне записаны твои внешние данные, твое фио, ну да, адреса там нет. Но по этим данным уже можно найти твое место расположения и прийти попросить частичку от того, чего ты имеешь. Данные все эти есть. Не является ли это угрозой безопасности вот этого человека? Это отличный вопрос. Это как раз из прошлого все. Вот представьте, да, значит, я нашел какой-то золотой там риск, там все захавал и держу, да, там. Кто-то еще, никто не знает, все встанет, да. Да. А денежки-то не капают. Да, нормально. Потом приходят люди сильно говорят, слушай, вот есть такая штука, пошла. Да, узнали. А если не знают, то все хорошо. А ты говоришь, ребята, грабят, грабят. Она подходит, черт грабят. Да вот это мое. Докажи, что это твое. А вот это вообще было? Не могу доказать. Она же была тайно, скрыта. Ну и не гуляй. Значит, как в открытом происходит? Если в открытом все предоставим, что у тебя была эта квартира, и эта машина, и этот завод. И вдруг кто-то его за данным переписал на себя. Нет, там другое. Там скажут тебе, докажи, что ты сам мне отдал. Да, да. Да ты добровольно отдал. А потом скажешь, а меня грабят. Так ты же подписал транзакцию, это сам. Ты приходишь в суд и говоришь, вот он я. Так тебе уже в твоей неделю в жопу встать. Да. Ну, то есть я передумал, извините, в суде. Ну, нормально. Итак, перепишем. Реестр имущественные все открыты. Понимаете, все открыты. Ты можешь на любого человека посмотреть, что он видит. Ты не знал? За 10 рублей. Это уже лет 10 как работает. Единый регистрационный центр. Если это на него записано, очень важно. Потому что огромное количество собственности на дяденек записано, но фактически распоряжение... Короче, сделаем так. Смотрите, вот в журнале «Корбус» они все боятся, да? Там, во-первых, скажешь, что они все пиарятся и показывают, что они все есть. Вот у меня тоже вот этот прикал. То есть если ты не хочешь показывать, что у тебя есть все, и вот так все схавать, ну, ради Бога. На самом деле все, что у тебя есть, знают все, кроме твоих соседей. Ну, все. Значит, в банке девочка знает все, значит, силовики все знают. Именно поэтому там тайна вклада. И поэтому никакой тайны вклада нет. Молодые люди знают. Тайна вклада для дурачков. Я говорю, для твоих соседей. Все остальные, твой вклад все знают. Все знают все о тебе. Кроме твоих соседей и друзей. Зачем? Чтобы когда-то что-то случится, ты никому не докажешь, что было у тебя не было. Как? Вот человек как раз решает эту задачу. Он говорит, ребята, мы знаем, у кого все было и кто это потом отобрал. А уже что там было? Ты придешь и покажешь, а то у меня ожог на заднице. Вот сейчас, давайте пример приведу человека, который там публичная личность, это Потапенко. Он в прямую в эфире там всем заявляет. Боже упаси, на мне какая-то собственность, у меня вообще ничего нет. По документам. Но при этом он имеет очень большое владение, реальную власть. Ярослав, смотри, есть собственность, в потребительском обществе есть обуществленная собственность. Да, он все это имеет. Он имеет, он пользуется этим. Но она обуществленная, поэтому никто ее не может забрать. Так что он не живет, да. И при этом открыто. Да. Все открыто, все. Вот оно общее. Хорошо. Можно я предложу некоторую архитектуру, нарисую картинку. Пока у нас время изменится. Это 33 минуты? Да, какие вопросы нам еще нужно обсудить. Можно я нарисую, и потом я продолжу. Да, нарисую. Можно, да? Если не надо, вот посмотрите. День состоит следующий. Продепозитария. Нет, нет, подожди. Ярослав, ты хочешь нас увести от того, что мы сейчас обсуждаем? Я хочу смотреть, когда я смотрю к другой стороне, потому что это инструмент, а мы говорим про то, куда этот инструмент применять. Да куда это помог? А может быть мы подведем небольшой итог, если вопросов вот сейчас Диме нет. Можно? Давай подведем итог. Да, надо подвести. А потом ты будешь… Давай так. У нас первый вопрос был какой? Вести отличный. Вот вы, как эксперты, здесь иди сюда, Ярослав, пожалуйста. Вы, как эксперты, Павел, вот это к себе вопрос. И к себе, Ярослав, иди вот присядь туда. Увидели ли вы отличие? От чего? Какие-то ноу-хауы? Увидели ли вот в том, что рассказал Диме? Ну, то, что предлагается именно регистрация человека. Тушки человека, привязки к какао. То есть индификация, да? Да, кажется, наверное. Отлично. Еще какие у нас? У нас требовалось еще разное учетное существо. Да, еще экологическое решение, которое ждало запись, еще вот это вот разделение, что участники, которые принимают решение по изменению платформы, по базовой параметке, и люди, которые владеют монетами для передачи, это разные люди. Это регистрация есть. Да. То есть это упрощает, на самом деле, принять решение. То есть если сейчас на биткоине, как это все… А как это вообще происходит? Там сидит шесть человек, круглого, давайте внедрить какой-то протокол, собраться. И там же, как, съехались на острове, побукали хорошенько. И такие… Ну, слушайте, ну, хватит фантазировать, давайте вот серьезно уже. Почему? Ну, какая дрянь. Самые крупные маники. Какие еще отличия? Самые крупные маники. Мы желаем, что мы будем поддерживать вот этот протокол изменения. Все остальные, миноритарии, они в любом случае примут эти правила. То есть сейчас идет централизация. Но она такая. То есть есть несколько крупных центров, которые между собой договорились. Все остальные принимают эти правила. Это нормально. То есть всегда система, когда начинает более-менее расти, всегда происходит… Сейчас пулы, значит… Идея про то, что так как транзакции очень большие, блокчейн переполнен, идут медленно, поэтому не все транзакции нас записывают. То есть, когда, скажем, ты передаешь туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда десять раз, не надо десять транзакций, ты передаешь только одну транзакцию, конечную, которая плюс-минус плюс-минус. Вот эти пулы, там, сандарут, ну, пускай, там, двадцать, сто будет, они будут играть вот эту ключевую роль. Это, я думаю, где-то через год, через полтора года. Остальные будут присоединяться к этим пулам, либо на… ну, то есть выкачивая легкие кошельки, прямо туда транзакцию, да, ты подписываешь своим, собственно, ключом, ты владеешь. Вот. Но правила игры задают вот эти вот пулы. Это нормально. Это система вот этого-то другого, как же он… где тоже центры, они между собой общаются доверием. Как же… Не совсем… Он построен по этому же принципу. РС подпостроен… Нет, если ты посмотришь, что по факторизациям третий или четвертый, и так где-то он болтается. А… Битшерс… Там 101… Нет, нет, у него тоже вот эти центры… Рипл… 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 Рипл там… Такой маленький другой… Ну, смысл тоже. Единственное то, что ты дрипли не можешь свой кошелек создать. Кстати, в твоей модели… Тоже, получается, ты не можешь кошелек создать. Вернее, ты можешь, но с тобой никто работ не будет, просто идентифицировать. Только после того, как ты идентифицируешься… А в… Рипл… Рипл… Он сейчас существует, он даже вырос… Я, кстати, не могу понять, почему… Но его, как криптовалюту, уже не рассматривают, потому что он идеологии… У него идеология не могут другать, но она как раз вот этот Рипл убивает там… Возможно… Возможно… Рипл уже будет убивать Рипл… Но пока еще… Так, что у нас все-таки вопросы? У нас вопросы следующие… Еще отличие, знаешь, такое… То, что ты наш, российский, да, то есть… Ну… И независимый… Ты хочешь где-то здесь нанять, то ты говоришь, «Ребята, у нас есть какое-то замечение…» «О, это наше решение…» «Никакой там…» «Никакой там…» «Черкот»… «О, вы слышали…» «Да, да, да…» «Ты очень…» «Дракон…» «Ну…» 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 «Еще…» «Вот такой вопрос непосредственно техническому…» «Я…» «Сколько вот пытаюсь…» «Я на Mac пробовал ставить…» «Но…» «Терез…» «Там…» «Течение двух дней поставил…» «Но были там затыки какие-то…» «Сейчас вот здесь Windows…» «Вот опять мне не ставится…» «Вот можешь прямо сейчас показать…» «Мы сейчас снимем…» «Как правильно надо ставить…» «Там…» «Минутное дело…» «Буквально…» «Сюда вот надо положить…» «Вадим, можешь убрать…» «Все много спорных решений…» «Я обижусь…» «Но мне кажется, они такие, что…» «Как бы…» «Удачные решения…» «Останутся…» «Удачные уйдут…» «То есть что-то нужно просто испытать потом…» «Как это будет работать…» «То это нас история, короче, с открытостью…» «Не знаю, как это сделать…» «Итак…» «Где оно тут это все…» «Так, сейчас…» «А…» «Так, это закрыто просто на ночь…» «Нет, вот смотри…» «Эту эту штучку…» «Смотрим…» «Так, а тут уже скачал…» «Вот смотри, DataChainsWord…» «Да, да…» «Да…» «Значит, вот я забил почту…» «Там у тебя сейчас в почте должна быть ссылочка…» «А, ты отправляешь…» «Она уже написала, что…» «Вот она…» «Отправила…» «Где она написала что-то?» «Вот…» «А почему она…» «Вот смотри…» «Она же должна…» «Она же по-русски должны писать…» «Мы же ни хрена английский не знаем…» «Ну, да…» «Извиняй, еще пока не переведу…» «Значит, у тебя где-то…» «Здесь почта есть, да?» «Вот здесь эта почта…» «Не пришло ничего…» «Потому что вот эта почта приходит вот сюда, на этот телефон…» «А как ты тогда ссылку получишь?» «Тогда ты не сможешь здесь регистрировать…» «Нет, нет…» «Посмотри, там же написано, что проверки папочку SPA» «Во-первых, может быть в спаме…» «Во-вторых, эта ссылка должна открываться вот в этом броузере, чтобы все…» «Чтобы сессию она поняла, что это ты…» «Защита же сделана…» «Поставь кто-то с другого компа, открою твою ссылку…» «Зайдет там…» «Он только здесь зайдет…» «По-другому никак не скачаешь…» «Ладно, давай…» «В память нет почты…» «Давай мы…» «В смысле здесь?» «Не, подожди, подожди…» «Подожди секундочку…» «Почту, почту…» «Вот я написал…» «Оно…» «Пишет…» «Отправить…» «Я отправил…» «На почту же должно прийти…» «На почту же…» «У меня стоит браузер…» «Он же может стоять на любых компьютерах, где я могу посмотреть…» «На почту приходит ссылка для того, чтобы твою сессию зарегистрировать…» «Уникально именно из этого броузера в этом броузере…» «Все…» «Не файл же приходит…» «Зачем…» «А как ты поролишь…» «То есть, хорошо, я должен здесь зайти сейчас в…» «В почту…» «В почту…» «Любую другую создать в почту какую-нибудь на один день…» «Неважно…» «Да, кстати…» «В фишках блокчейна 3.0 есть…» «Какие-то готовые инструментарии там для фиксации договоров…» «То есть, просто какая-то штука есть…» «Да, то есть, ты создаешь…» «Ты создаешь…» «Там…» «Значит, у меня есть такая интересная транзакция…» «64 килобайта…» «Вот смотри, вот загружаю почту…» «А, вот здесь есть ADM…» «Да, вот «Конект…» «Очень интересно…» «Вот…» «Вот на ссылочку нажимаем…» «Всё…» «Теперь ты…» «Теперь ты у нас зарегистрировал…» «Всё…» «Включиться…» «Загрузить…» «Так…» «Неправильная сессия…» «Почему опять неправильная сессия…» «Давай ещё разочек попробуем…» «Может быть, второе письмо пришло…» «Ты же два раза нажал…» «Это закрываем…» «Возвращаемся…» «Погоди, у тебя там ещё должно письмо прийти…» «Погоди…» «Зайди…» «Ты два раза…» «Тебе нужно открыть самое наисвежайшее…» «У тебя хаш четыре штуки…» «Которая две минуты назад…» «Вот эта ссылка будет работать…» «Последняя…» «Последняя…» «Точно?» «Я просто не понимаю…» «О! Всё! «Ты в личном кабинете…» «Вот можно балансы посмотреть…» «Загрузить…» «Ну, давай загрузим…» «Балансы тебя помогают…» «А это выбка у тебя какая-то…» «Зачем этот личный план?» «Нет…» «Потом надо вот сюда, да, нажать…» «Вот смотри…» «Пользователю, да…» «Вот чего не видно…» «Я вот пока вот эту штучку нашёл…» «Да, я понял…» «Да, я понял…» «Это надо вообще отдельную кнопку, что скачать вот здесь…» «Загрузить вот это вот…» «У тебя его установлены?» «Да…» «Наверное, не знаю…» «Не знаешь?» «Сейчас узнаем…» «Просто грузи сюда…» «Да, там же есть…» «Нет, папочку вот сюда вот…» «Сейчас сделаем…» «Ну давай…» «Ну давай…» «Так…» «Ну вот она сюда загрузи…» «А потом здесь распакуешь, и она создаст папочку ERM7» «Внизу…» «Внизу…» «Теперь сюда нажми…» «Эйми так…» «Надо было правую мышку нажать…» «Распаковать…» «Ну давай распаковать…» «Да…» «Распаковать надо…» «Как ты можешь из зипа сразу запустить?» «Распаковать…» «Излить указанную папку…» «Какую…» «Излить в банку…» «В какую…» «Вот Глеб, вот Глеб…» «Видишь реально…» «Вот Глеб, да…» «Вот Глеб, да…» давай новую папку сделаем на самом деле тут нужно не так нажимать и там покажет так дергить аптисе нам свернуть это все непонятно попали мы в это попали хреноватенько на мазарова любую открою и выйдет в основной папка там галит там будет вот я всем вот она надо ну выпускаем или джар или вот этот рамбат потому что мы ушли в окошке происходит его зачем она там не надо запускать второй раз ты уже запустил ты же не закрывал она там где-то да не супер не служит ну правильно что я вы нету на мог еще раз закрылась давай вот это на ошибка какая-то пока я у тебя установлено да я не знаю ну судя по тому что есть я вам не значок а он от того восьмая версия вот понимаешь вот вот столько нюансов и люди если обычным людям показывать это очень все будет сложно понимаешь нам надо сделать очень все просто с тем обучение чем можно там дальше делать короче ладно тут надо разбираться не смотреть смотри какая его или скачай обновленную версию вообще вот эта штука она и должна показывать что если я не та да то есть вот она вот здесь что-то делает делает если я вам нет она что-то выдает почему она не выдает я не могу похода ничего не делает потому что не может даже этот бат не запустить у нас программы это качнее я с нуля поставь да ну давай попробуем она там скажет вот вот сюда заходишь вот сюда заходишь нажимаешь а вот не совсем давай попой если потом да загружаем давай 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 и как давай правую мышку показать в папке запустить садись 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 паша надо я установить сейчас сейчас показывать первый раз это такая платежная система офигенно такое крутая штука сейчас я тебе покажу сейчас я отправляю сейчас она децентрализована еще сейчас и так 30 минут как бы лучше надо было делать сразу это интересно это нужно что-то приклеить что-то что-то остановилось да вроде так а ты прогнозировал как у тебя блок будет расти блин ну не блок а с блокчейном размер получения так же как у всех чуть покороче у меня все-таки транзакции маленькие а почему обида если не запускается а знаешь что может быть от имени администратора надо запустить есть такой запуск от имени администратора ну-ка ну не все то же самое а погоди этот еще не снисталился так не запустишь тебе нужно еще запустить командную строку от меня и в командной строке исполнить этот бак ну короче вы понимаете да что вот вот это все не 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 я просто поговорю мы как пользователи обычные нам что нам надо приложение какое-нибудь нам надо либо веб интерфейс какой-то очень простое и вообще вот вязать тогда это взлетит если вот так вот надо будет работать всем это надо будет показывать рассказывать это стоял поставили восьмерку сейчас минутку посмотрим если я тебе даже не в этом суть семерка восьмерка десятка там по херу что это потому что это возможность восьмерка конечно так вроде поставилась ну давай похоже поехала просто версия была старая у яма семерка вот русский пожалуйста теперь говорим что мы создаем кошелек далее теперь вот этот кошелек это есть самый наш ученаж который нужно запомнить который отдает доступ генерации загранированного ну control c control v мы его делаем здесь пароль доступа можно простенький делать то что пока есть не боевая там вот она все запустилась все значит вот первый раз запустилась она показывает типа сохраните меня хорошо мы тебя сохранили второй раз запускаем вот она сгенерировала как вот лог файл где можно посмотреть чего там с ним происходило лог файл да какие запускаю второй раз сейчас начнется синхронизация с основной сетью вот пошла синхронизация вот тут видно что идет синхронизация значит можно посмотреть как все это происходит вот тут блоки побежали 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 вот это блоки которые мы сгенерировали наш кошелек это общие блоки это транзакции которые относятся к нам тут всегда генезис транзакции записаны чтобы понимать что вообще в сети творилось вот это к кому мы подключились тут идет блок ну всяких сообщений все мы здесь механизировали постоянно ее сходить теперь мы можем посмотреть а кто у нас тут в персонах уже есть ооо тут есть Сергей Бополев там тут шедевные ребята а вот и я тут есть у меня тут статус есть посмотрим какие активы нет по моему у тебя нету так активы какие ну-ка вот тут кто-то выпустил какие-то ну шрифт маленький к сожалению рубль там комбайн что-то тут еще что-то еще кто-то выпускал а какие у вас голосования есть ну тут два голосования есть кто-то голосовал тут за ВВП за Путина там против всех ну понятно что сейчас это игрушка просто да да вот здесь есть счета значит основной этот наши счета значит давайте сейчас создадим свою персону хотите персону создадим да создать персону значит сюда можно грузить фотку до 30 килобайт но скорее всего до 10 килобайт в игровом будем делать там чтобы не грузить значит здесь имя фамилии отчества подожди сейчас мне это даже важно ну вот хорошо вот поставили такую программу все дальше вот для чего она нужна для того чтобы сделки совершать вот берем тот же добротек добротек назначение краудфанд говорим ребята давайте мы построим дом но нам для этого нужно как бы некоторая ликвидность денежная а мы вам за за эту денежную ликвидность дадим возможность там в этом доме жить например вот смотри там есть вексель выпустили там можно выпускаем здесь тысяч часов продаем им каждый час по трубе вот тут смотри комбайн есть его можно на бирже продать кто-то за рубли его продает а кто-то за баня мы говорим мы хотим за рубли вот есть где две позиции либо это либо это зависимости от того что у нас есть мы хотим купить комбайн за рубль или продать комбайн за рубль если у нас комбайн на счету есть то мы можем продать нет да мы смотрим рубли пока у нас тут ничего нет потому что кошелек пустой вот вот что у нас есть все по нуля смотри имя актива должно быть уникальным нет то есть я подделочного рублем сейчас могу оплатить но у тебя вот здесь уникальный номер все будут знать что 6 номер причем он все будут знать что он выпустил выпущен таким человеком понимаешь то есть когда ты делай где ты его хочешь заиспользовать то вот здесь вот например щитах будет показано что этот выпустил такой человек там для удобства вот всегда смотреть идентификатор конечно идентификатор он уникальный так же как и внести имя ты можешь там десять раз написать вот дашь тебе катар этого такая вот вот такая вот абракадабра здесь идентификатор вот а это у нас по счету со счета ты можешь отправить дать долг например отправить монету там какую-нибудь выбрать чего выбрать кому а если кому поставил правильно она тебе даже покажет какой-нибудь баланс есть потом написать сообщение зашифровать его количество монет отправить ну или там актива комбайнов там еще что-то можешь может закатать хэш-функцию надеюсь у нас есть апрель отпечатки штука которая зашифровать сообщение сообщение будет конец блокчейн да можешь можешь впечаток собрать вот есть такой тип как для этих факторников компании ты можешь накладную закатать номер накладной там дату на кого от кого количество товара там сумма это уже ты делал да это у меня сделано вот так как фактор b он готовит если ты создаешь да и такое уже есть она говорит ты такой есть и нельзя создать то есть а можно еще хэш вообще хитрый создать это мы для партии роста делали значит хэш такой ты здесь пишешь url где лежат оригиналы здесь ты пишешь описание например голосование там при выборе президента здесь ты добавляешь хэши например ты можешь создать хэш из там файлов какой-нибудь да вот хэш можешь загрузить им под хэши через точку запятую тут вообще будет ну то есть это загрузка документов да и потом создаешь транзакцию и она в блокчейне появится вот здесь вот у нас есть уже такая фишка в блокчейне можешь увидеть вот здесь вот где-нибудь будет транзакция заходишь и говоришь так где же там посмотреть там блин ладно я щас ее просто не найду смотришь этот блок здесь есть такая транзакция здесь будет написано url куда обратиться и хэши нажимаешь на хэш переходишь по тому руэл тебе прямо этот вываливается документ с которого хэш собран короче уру может быть магнит ссылкой а если не совпадает на тура а знаешь ты сразу для решайка вы подменили он не откроет район тут не скажет тут просто скажет что ребята если вы хотите проверить вот этот документ хэш хэшируйте и сравните с вот этим это легко сделать это да можно и сюда вставить потом но просто вот такие фишки уру может быть магнит с ссылкой указывает голосование шутку активы есть допустим посмотрим как кто там пушки вот кто это сейчас активность кампушки вот это по сути дела адреса как правило это все достоверные люди они пока не показывают еще вопрос здесь ключ хранится на локальной машине если ты хочешь приехать в машину с собой взять вы либо берете вот этот тоже есть ключ я есть там либо этот сид самое главное либо берете файл кошелька значит файл кошелька записан вот здесь в офисе да ка зачем нет ты его один раз генерировал он секретный он программа объясняет это людям программа его не хранит понимаешь она не хранит ты иначе можешь в него залезть и выцепить программа данный секретный не хранит вот это из точки безопасности сам должен быть запросить об этом либо иди в банк отдавая ему деньги он будет хранить либо ты сам хранил все ты выбираешь кто это будет заниматься где где балет вот это а ты сам сид случайно делается программа да то есть я не могу там задать какую-нибудь принятную фразу чтобы заполнить а все эти мин кошельки они ничего не оправдали народ тебе их сказал что всегда на самом деле уж лучше вот так случайно забабахал он очень длинный ты его нефиг подберешь ну чтобы подобрать там никаких энергий не хватит там в обозренном будущем чтобы это все подобрать да так ну что у нас тут еще интересно можно статусы забабахать в статусах например можно написать что ты член кооператива такого-то или там имеешь там какой-то там сертификат или там лицензию и потом этот статус назначить в персоне например у меня вот если посмотрите в персоне у меня записано что я получил диплом по специальности код такой-то учебного заведения код такой-то статус создал такой-то с такого-то числа по такое-то ну то есть можно и тут тоже еще много всяких фишек можно добавлять пока тут так по простому по простому сделано но главное что это инструмент у которого заложена база правильно в протоколе дальше этот протокол легко и просто добавляется то есть как бы я сразу сделал такие сущности протокольные ну или что тут у нас еще есть объединение но пока это только в задумках вот то есть это можно будет создать объединение создать раз калионово там потребительское общество такое-то такое-то и потом на это потребительское общество вешать все остальное но сейчас я это не сделал потому что пока даже вот обычные вещи для физиков никто не использует еще и блокчейн не запущен давайте его запустим совместно а что для этого нужно для этого нужно в первом генезис блоке собрать вот этих отцов основателей желательно чем больше тем лучше тысячу поэтому я говорю смотрите ребята в первом в первом запуске много народа не будет будет человек там ну максимум 100 до тех кого мы знаем да потом и 100 человек привлекут еще там 10-20 и вот уже второй запуск будет реально боевой для бизнес-среды который может там вообще так кроме этого кроме этого у меня что есть интересное у меня есть полностью решение для сетевого маркетинга то есть когда ты человека привлекаешь то запись остается в глубине и все транзакции которые тот человек который ты привлек они маленькая копеечка с ним берется комиссия где-то известно из этой комиссии маленький кусочек начинает по всей сети развитации до 15 уровня то есть все получат с тебя свои работы кто тебя привлек до 15 уровня а это твой внутренний сетевого маркетинга да это влучшение встроенный то есть вот эти вот первые железобетонные прописаны остается только договориться о правиле какую часть комиссии снимать до какого уровня и на сколько делить на каждом уровне там все есть автоматически таким образом те люди которые в первом геннессис блоки становятся есть вершины этих пирамид сетевых пирамиды здесь в хорошем смысле слова потому что мы вместе с этим также как ангрии они же предлагают полезные продукты то есть это не просто финансовая пирамида принеси деньги на самом деле мы предлагаем среду а если мы тебе предложим некий такой правильный свой маркетинг сделать да фишка в том что в начальном блоке должно быть сколько-то разумное количество человек ну то есть первой линии условно первая линия потом эта линия запустилась мы эта среда будет рабочей но она все равно немножко игровой то есть мы скажем так там какие-то значимые юридические действия что ты квартиру укладал мы сюда пока не будем прописать давайте немножко поиграем там полгода полгода потом накопится мы запускаем новый боевой блок который будет там 7000 в самом начале и мы тогда уже порвут короче приглашают народ а это статистика статистика остается сколько ты пригласил поэтому когда ты записываешься тебе начисляется согласно этой статистике собственность управляющей монетой то есть даются даром а всем остальным они даются в управление такой вопрос мы с тобой уже неоднократно говорили но вот сейчас вот его тоже надо сказать как защитить эту систему от тебя а я такой же как и все то есть я раздоверен не 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 вот смотри у тебя есть какой-то исходный код а он потом выдается всем если он ну вот мы приглашаем какую-то первую дни надо делать а как сделать так чтобы у каждого был какой-то кусочек его кода зачем кусочек я открываю всем доступ пожалуйста пока а потом через 2-3 месяца когда уже структура разрастется вообще этот ход будет открытой полностью чтобы потом не пришли деньги и не в горло не стали откуда это вообще не зависит откуда не зависит никак это зависит от количества первоначальных участников для этого каждого участника свой ключ его ключ надо прийти каждого да чтобы все права заходить подожди ну а хорошо какое количество десять достаточно или так лучше а там больше человек да да даже это не поможет максимум что сделаешь это на какое-то время не дашь новые транзакции мы сейчас говорим все данные все равно сохраняются смотрите в игровом блокчейне нам хватит от десяти человек там доста то есть игровой но он в кавычках первый он на самом деле реальный рабочий все то же самое просто он слабо защищен от усиленной атаки неправовой то есть когда придут там с автомата никого-то стрелять слабо но если у вас тысяча человек десять тысяч человек вы уже ничего с ним не делаете первая линия да вот в самом деле а потом там будут вообще тысячи и миллионы почему то есть мы предлагаем бесплатную электронную корпус которая по ФЗ 63 у нас будет работать как очень наш уже хорошо это уже продукт вы можете здесь заключить договоры значит смотри когда ты водитель создаешь транзакцию там есть такая транзакция заявление ты можешь заявить миру что угодно по сути делаю это док и его удостоверить другим участникам то есть ты подписался под этим долгом они сейчас не работают потому что здесь это называется вот заявление тут пока они еще нет они работают плохо а в том смысле что подстановка не работает но это так же как у Скорнякова то есть ты выбираешь заявление пишешь сюда данные свои они вставляются в подстановку ты говоришь все я подтвердил создал и все дальше это заявление могут подписать есть вот у нас в дела такое понятие как вовч ну тоже не перевели то есть заверить по сути дела ты можешь вот этим вовчин заверить любое действие любого другого человека по сути дела за него ну это мультиподпись условно то есть за него поручить вот допустим человек выпустил актив что у меня есть 10 комбайнов такие он выпустил а все ему не верят говорит да мы не верим в тех метод приезжает у нас человек из этого самый высший шалон который есть права на все он смотрит по очу это я вот и видел и он подписывает все говорят если он подписал то есть я человек подписал тем он увидел вот он увидел что компания есть а какого они качества и чьи они и сколько у них наработка модель есть документы технические паспорта там это все другое это уже эксперт он берет еще эксперт нужен какой-то это уже другое у меня есть предложение уйти от споров сейчас нет давайте мы вот как сделать давайте сейчас каждый выскажется вот о том что вот он услышал Вадим давай с тебя начнем только на тебе давай давай кто хочет кто хочет высказаться возьми туда пожалуйста микрофончик микрофончик он туда возьми давай ярослав мы тебя будем сейчас снять вот каждый сейчас будет говорить что-то свое вопрос ликвидист вот например я выпускаю свои колеоны обещаю за них картошку раздать в будущем а продаю их сейчас по 100 рублей за штуку а вот эти 100 рублей я как принимаю это не вопрос блокчейн блокчейн это инструмент учета счеты они удобные а уж как ты их и куда рубли потратишь ну а причем тут блокчейн нет это вопрос удобства дело в том что когда мы берем существующую инфраструктуру я беру свою карточку пластиковую перевожу кому-то через локал биткоин но мне этот кто-то биткоин потом я эти биткоины обмениваю на какие-то токены другие теперь вопрос допустим мои а-ля калионы я хочу через эту пластиковую карточку на рублей есть один человек на одном конце мира есть я вот этот человек пластиковую карту как он передаст мне деньги я отвечу на этот вопрос чуть попозже можно давайте мы сейчас не будем сейчас в эти сущности уходить сейчас я вот расскажу ярослав пожалуйста сейчас интересует о самой системе то что ты увидел услышал я так понимаю все говорили да 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 там но сейчас ты увидел воочию что-то увидел вот вот касаемо вот этого скажи пожалуйста давайте персом все нормально да не надо пока ничего надо нормально ну надо еще разбираться но нормально смотри она не может быть масштабирована до бескрайности потому что там нету вот этого мультичейна мультичейн или сайтчейн для этого если мы дойдем я буду пока рад это потом это потом это можно для старта у нас есть уже система отлично скажешь что-нибудь я вижу что лучше всего было бы сейчас сформулировать некое техническое задание потому что нам можно возьми микрофончик вот и передать его дмитрий уже продумывает какой-то кейс как мы должны действовать для того чтобы реализовать то что хотим в использовании мультичейн дальше мы смотрим этот кейс понимаем как бы подходит он для нас не подходит там оптимизируем если что-то нужно там подпиливаем через дни или что-то если что-то нужно и получаем готовое решение вот наш потому что я вижу сейчас швейцарский нож у которого есть все и все такое ну как в швейцарском ноже вроде есть вилка но она такая да 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 но не таким что задолбаешься но потом все ищет поэтому здесь я вижу что нет как бы я могу сказать находится я все таки считаю что нужно взять понять нам что нам нужно вот блокчейна вот передать эти наши хотелки дмитрий а дмитрий говорит да это возможно и делать нужно так так все мы смотрим на это так сами научились другим передай берем нашу систему и начинаем использовать эту и я так понимаю что можно даже в этой полубоевой версии уже начинает работать и как бы не ждать как толпа соберется но здесь проще кооперативе есть такое понятие как собрание 10 человек на те кто принимает решение но если честно мне кажется что система как бы для первого использовал громоздкая я все-таки только узкий продукт где все ничего лишнего да только то что решает твою лично твою задачу тогда это не как бы удобно будет или но внедрять их пользоваться этим удобно а постепенно потом уже нам привыкать будет и нужно так кровати какие-то в принципе башки сказал я увидел систему система готова для запуска можно запускаться пробовать а дальше по ходу пьесы уже смотреть как и что и куда сейчас есть но как такового его нет у него он не запущен и даже в игровом стадии пользоваться может то есть нету там вот этих вот вещей вкусных которые дают нам используем биткоина и централизация стабильность а благодаря вам можно получить получается если идти по предложенному пути а дмитрия ждать там сначала там чуть-чуть собрать людей по полгода подождать потом запуститься то это очень долго можно это будет быстро сделать я понимаю что нужно диме дать задачу а по-другому я услышал один вопрос на который сейчас нет ответа значит как организовать финансовый оборот и вот эта система которая создана она не должна решать эту задачу она просто расчетная система учетная учетная смотрите что у нас есть первое у нас есть фонд добротех у фонда добротех на сегодняшний день есть все необходимые стыки с платежной системой и мы сегодня уже получаем денежные средства с банковской карты опи делаем к этой среде совершенно верно второе чем будет заниматься фонд добротех ближайшее время мы создаем сервис вот на этом сайте добро . 3 значит и здесь как раз по системе млм люди приглашаются в этот фонд но для чего они приглашаются первое мы запускаем краудинвестинг то есть выбираем такие проекты которые интересного было именно вкладывать в себя вот эта система которая создается ну как я понимаю можно создать систему двумя способами первый способ это когда люди что-то делают для себя сами и второй способ это когда кто-то там ну например государство делает что-то для нас и говорит вот мы сделали вот классы делайте делать вот мы помощью краудфандинга начинаем это делать мы собираем по 195 рублей ежедневно и 40 процентов из этих средств у нас идет на сеть вот как раз только что приглашает не надо собирать людей отдельно сеть будет зарабатывать деньги то что мы говорили что надо людям дать заработать тогда распространять эту систему 40 процентов идет на финансирование проектов мы даем возможность людям там голосовать за проекты а первым проектом как раз делаем блокчейн 3.0 и денежные средства направляем сюда 20 процентов остается на саму поддержку но вот этой системы смотрите в эти деньги входит эквариум в эту систему входит фонд промоушена в эту в эту в эти деньги входит непосредственно работа команда самой и все такое прочее следующий этап который мы делаем значит вот эти проекты которые формируются в которые мы изначально вкладываем какие-то денежки нам нужно описать проект посмотреть провести экспертизу что реальность это или все-таки это какой-то мыльный пузырь после того как мы это сделали вот на этом этапе у нас появляется проект и каждому человеку участнику предлагается стать значит партнером или стать пайщиком потому что мы все ведем через потребительские общества значит оплатить некий пай то есть там получается некая целевая программа вступительный взнос в целевую программу значит так как опять таки фонд имеет вот эти стыки мы можем выступать уже для потребительского общества в виде агента и в его пользу принимать денежные средства за минусом там эквариум какого-то там себе там чего-то оставить а когда мы сделали изначально вот эту всю систему когда мы научили уже людей пользоваться да мы говорим смотрите все ваши паи будут отражаться вообще для чего эта система вся делается дело в том что много компаний заявляет очень хороших дел но чем заканчивается заканчивается тем что собирают деньги и убегают люди остаются без денег мечты рушатся и все такое прочее изначально блокчейн 3.0 мы делаем для того чтобы система сама себя защищала паи теперь смотрите паи можно продавать вот там я уже увидел все это соответственно да и финансовый поток весь там гениться какие проекты какие проекты самое самое интересное на мой взгляд мы говорили на эту тему на прошлой конференции что да мы верим и мы знаем что через какое-то время придет и будет технологической безработицы поэтому мы сейчас начинаем готовить такие проекты которые были были направлены в реальный сектор экономики не целью какой-то спекуляции чтобы давайте больше денег заработаем а именно реальный сектор экономики и самый первый проект который мы запустим в виде потребительского общества есть площадка есть человек который горит там желанием это делать это колеонов там обкатываем это все смотрим как это все работает и дальше вот эту модель уже можем тиражировать на разные у у вадима есть уже и там еще два хозяйства с кем уже можно там дальше разговаривать но в целом так как люди пойдут со всех регионов эту модель уже можно будет дальше на все регионы на уже описать правила для естественно ватим об этом мы говорим что когда мы сейчас начинаем вот это все описываем вот тут вот нам надо садиться с паши очень четко и все вот продумывать вот и самое главное не самое главное а промежуточное опять-таки так я слышал что нужно удостоверенных людей у которых вот которые вы сами были изначально удостоверены в системе при этом нужно чтобы эту систему каким-то боком двинуть в сторону государства для государства как я вижу сейчас опять-таки мое личное такое мнение хотя прочитал экономиста знаменитого значит тренд сейчас следующий в 90-е годы был распил и там не было жестких правил пилили как хотели но сейчас те люди которые стояли там у руля они сейчас начинают приближаться к тому возрасту когда они передают это все по наследству и вот этой элите назовем вот так да вот это видите очень важно чтобы сейчас правила игры были выработаны иначе начнут пилить их имущество чтобы это все нормально значит должны работать закон и должна работать судебная ну вот все должно начинать работать и по большому счету вот все что мы видим так любая мафия становится сначала сами ты лет а потом неважно сейчас это неважно на видим что государство крепчает и значит и правила крепчают и гайки нам везде там будут закручивать дальше налоги повышать и все такое прочее так вот мы если мы говорим что мы создаем систему для людей то дальше научив людей этим пользоваться нам надо срастись с государством каким образом срастись с государством у нас есть там секретный вот этот кошелек у нас есть какие-то данные у человека которые вот у нас уже есть там гиммейл телефон и так далее я разговаривался направился я говорю могу я прийти вот с некими данными да показать свой паспорт и сказать я хочу чтобы вот тут вот на этом листочке где вот эти данные написаны я хочу чтобы нотариус удостоверил мою подпись что это я нет бумажка бумажка хорошо что я это именно я я хочу чтобы вот моя подпись вот удостоверила нотариус за это берет там сто рублей там или тысячи рублей там или тысячи рублей там совершенно верно тогда появляется документ удостоверенный нотариусом где есть некие данные для чего нам этот документ нужен кто такой нотариус нотариус это сегодня является лицо которое наделено государством полномочиями понял теперь совершенно верно и у нас появляются люди которые официально государством заверены и эти люди могут дальше уже работать и удостоверять но внутри всех других людей дальше слушайте что значит когда у нас появилась ну вот значит вот эта тема да что мы делаем дальше вчера ярослав прислал классную тему что онлайн суды до какой-то суммы соответственно мы разрабатываем может это можно сделать даже еще раньше как один из проектов мы можем сделать разработку Трикейского суда что внутри этой системы будет работать наш Трикейский суд до суммы там ну не знаю там 200 тысяч рублей и решение этого уже все как бы четко можно это Трикейский суд у нас есть клуб защиты прав потребителей который может вести потребительские вопросы когда кто-то кому-то продал основываясь на закон о защите прав потребителей соответственно это соответственно есть коллеги адвокатов их тоже берем в этот Трикейский суд есть торгово-промышленная палата или там советы предпринимателей профсоюзы профсоюзы то есть мы набираем те общественные объединения структуры которые есть и соответственно из них делаем вот этот Трикейский суд от них просим специалистов которые могли бы быть в качестве судей так как значит дела маленькие и денег там нет да то они должны как семечки просто рассматриваться щелкаться за это ведь еще за это еще деньги да и тот кто проигравшая сторона там должна как-то это все изучать но это все надо продумать очень это но но виртуальный суд это вообще супер тема и когда мы еще и это сделаем все влачей да виртуальный суд и будет история кто проиграл кто выиграл кто кого обманул и вот эти вот и вот смотрите что происходит а дальше когда эта система начинает зарабатывать деньги люди начинают удовлетворять свои потребности мы показываем что все это работает что у нас есть система которая людьми сама создана для опять таки людей у нас есть конституция по конституции есть такая тема как референдум вы идете и он человек должен собрать подписи чтобы что-то проточнил они у нас тут удостоверенные совершенно верно у нас удостоверенные люди есть это все есть дальше значит есть такие люди которые меняют правила игры выпускают новые законы это политики когда ты показываешь политику что за тобой уже у тебя есть некая система у тебя есть там люди то любой здравомышленный политик он скажет блин мы должны эту тему двинуть ну что мы должны двинуть мы не должны там одно лицо какое-то искать мы можем выбрать несколько лица там будет несколько партий которые возьмут эту тему и опять таки на истории мы сработаем ведь сколько денег вложили в электронную россию кто знает открытое правительство еще там миллиарды рублей как сегодня работает система вложили чтобы успелись бледно Вадим мы это даже не обсуждали мы видим как что работает да да вот какие-то платформы там заработали но ведь работает вот согласитесь в суде ничего не работает в суд приходишь ждешь еще ждешь если это самый хаос то получается реализированный хаос мы получили электронное воплощение вашего так вот смотрите мы как граждане мы как граждане говорим ребят мы хотим открытую защищенную проверенную систему и мы не хотим чтобы наши деньги как налогоплательщиков платили ну вот тратили на разработку там непонятно опять чего потому что массу людей надо научить работать в этой программе чтобы туда заносились данные ошибки там все понимаете да но это не очень быстрый путь кажется вот на все на все надо там не знаю три тире там пять лет все круто вот такая программа изменится кто придумал вот этот вот листач может быть я гениально вот из всего вот этого вот это все гениально а и все остальное известно было известно на сверенней подписи это прекрасный личный еще документик во первых по поводу подготовки операции вот то что ярослав говорил ну надо так что ты меня уже записывай туда аналог фьючер свои эти дела а еще я скажу можно я закончу потом значит я уже ну еще пообщался с теми раньше работал в команде значит мне говорят о том что вот эту программу надо двигать через экономист сегодня экономический блок он очень мощно представлен есть такая организация она общественная организация называется Вольноэкономическое общество Вольноэкономическое общество значит Вольноэкономическое общество чтобы вы понимали учреждение Екатерины ему в этом году было 250 лет возглавляет возглавляет его сегодня Гавриил Попов это бывший мэр Москвы первый мэр Москвы точнее до школы был а его зам который возглавляет московское общество Белов Владимирович это мой непосредственно руководитель вот соответственно они все экономисты они форумы проводят соответственно если мы приносим вот эту вот программу в виде некой экономической темы они уже с экономической точки зрения там такие мастодонты все это помогут нам сделать что ну просто этому не будет альтернатива вообще никакой понимаете мы тут даже можем вести все государственные реестры даже имущество и все сами естественно при этом показав на тот опыт который сейчас опять таки вот для каждого функции для каждой кнопочки есть готовые юзерпейсы ну скуньчку 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 ну вот землю продавать господа я предлагаю сейчас здесь находиться включиться вот в этот проект вот в этот проект сейчас вот мы с партнерами сейчас разрабатываем маркетинг план мы специалисты в этом деле по 20 лет мы отработали в маркетинге вот этих программах значит мы имеем опыт и знаем как это надо делать поэтому тут просьба вот просто доверить это нам чтобы мы сделали очень хорошо это все Дима не просто там какие-то 15 уровней это ни о чем нам нужна очень грамотная система я не понимаю о чем вы говорите вот когда эти слова что это значит написать скрипт нет нет я говорю об алгоритмах распределения вот этих вот денежных средств алгоритм вот и есть скрипт вот который вот этих вот 40 ты же говоришь ты же говоришь что у тебя тоже какие-то там есть транзакции которые ты тоже хочешь запустить в сеть майнер их можно делать можно делать там фишка такая что я знаю какая транзакция пришла нет 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 ты только что говорил о том что сейчас надо начинать с того что там делается там 10 там 20 человек первых а под них уже кто кого привел вот эта система будет знать и там направить какую-то часть монет каких-то там вот ты скажешь что это будет жесткий алгоритм так вот я тебе говорю про этот жесткий алгоритм дай его возможность нам чтобы мы могли связать вот эту тему вот эту всю тему могли связать и дальше у нас будет четкая программа чтобы выполнить вот это все это называется ТЗ соответственно мы от фонда Добротев заключаем соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности по развитию чтобы все у нас было официально потому что вот эти денежные средства которые образуются в фоне у нас фонд называется так фонд содействия развития высоких технологий блокчейн 3.0 это высокие технологии а у нас инновационные потребительские общества пользы который правда не работает но ну это не важно так что могу передать нюансы во-первых то что было грамотно сказано про секунд кооперацию сейчас тема популярная она будет резваться а важно показать хоть какой-то результат а кушку нужно хочется всегда и это для пиара для того чтобы люди увидели конкретные дела это очень правильная вещь там небольшая сумма входа для потребителей конечно вот ты говорил про фьючерс вот это и как следствие раз это на обывателя там юзабилити нужно конечно подработать я знаю я остался от жизни а вот когда у тебя была просто отличная вот эта твоя идея по поводу мобильника с этой темой она у меня здесь есть а почему она здесь нет ну это один из проектов слушай про проектов масса появляется которые да один вопрос один вопрос вот эту бумажку которую я подписал у нотариуса я эту бумажку должен кому-то отдать передать чтобы она у кого-то лежала потому что когда придет вопрос и все скажут вот куда придет вопрос а ты ли это не не а ты ли подписант вот этого значит у тебя там есть возможность ввести фотографии нет я не про это смотрите фишка вот в чем есть два человека которые с другом подписали электронными подписами дома да один из них говорит он подписал а бумажка вот эта нотариальная что он это он лежит у него а он ее не стал показывать вот две копии одна у тебя то есть копию себе подождите у каждой бумажки которую выпускает нотариус есть номер а нотариус много если мы разрабатываем просто проходим один лет да смотрите мы один раз прошли этот и мы говорим идите пожалуйста нотариусы здесь везде записывайте сделайте вам нужен такой документ все вот человек получил этот документ считайте мы уже срочно удастся да вообще круто а я думаю как же вот все это сделать попроще ну чтобы вот он выход да юридически значимо то есть юридически значимо в квадрате получается у нас это электронная подпись что за сущность это электронная подпись это некоторое техническое средство которое создаёт из того секретного ключа электронную подпись в виде последний цифр которая действительно только для данной информации который подписал это логаритм электронная подпись это по сути дела алгоритмы и результат а его создание просто завершить да завершить да но и но и 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